Оптическая сеть Белтелеком передает информацию при помощи света, потому что в каждом доме должно быть ясно. Подключайте надежный интернет, телевидение и телефон в пакетах услуг Ясно. 75 лет назад в результате наступательной Люблинско-Брестской операции, которую провели войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского, был освобожден город Брест. Советское командование планировало ударами в обход Брестского укрепленного района с севера и с юга разбить Брестскую и Люблинскую группировки противника и, развивая наступление на Варшавском направлении, выйти широким фронтом к реке Висла. Главный удар наносился на юге от Бреста силами 70-й, 47-й, 8-й, Гвардейской, 69-й, 2-й танковых армий и 1-й армии войска Польского. Танково и двух кавалерийских корпусов при поддержке 6-й воздушной армии в направлении на Люблин и Прагу, предместе Варшавы, а частью сил в обход Бреста с севера. Войска 48-й, 65-й, 28-й и 61-й армии при поддержке 16-й воздушной армии наносили удар на Варшавском направлении, обходя Брестскую группировку противника с севера. Из воспоминаний героя Советского Союза генерал-лейтенанта Лучинского, бывшего командующего 28-й армией, Гитлеровское командование для спасения своего положения, создавшегося в результате разгрома армий Центр, предприняло в начале июля 1944 года попытку организовать новый фронт обороны на линии Белосток-Брест. Части корпусной группы Е под командованием генерала-лейтенанта Шеллера стали гарнизоном Брестского укрепленного района. В корпусную группу Е входили 86-я, 137-я, 251-я дивизионной группы, 203-я охранная дивизия, 186-й артиллерийский полк, 186-й саперный батальон, 186-й фузелерный батальон, 22-й зенитно-артиллерийский полк, 930-й охранный полк, 251-й батальон связи, батальон отпускников и батальон выздоравливающих. Особенно сильно гитлеровцами были укреплены северо-восточная и восточные окраины Бреста, имевших три оборонительных обвода, опиравшиеся на старые крепостные форты. Все дороги, ведущие к Бресту, были заминированы, мины были всюду, и на шоссейных дорогах, и на узеньких тропках, петлявших среди луговой поймы реки Лесная, и на железнодорожных насыпях. Поэтому было решено разгромить сначала группировку противника в районе Высоколитовска, подтянуть тем временем артиллерию и боеприпасы, а затем, обойдя Брест севера, штурмовать его. Командный пункт 28-й армии развернулся в лесу восточнее Пелище к утру 21 июля. Подготовкой противника к обороне города командовал комендант Брест-Литовска генерал-лейтенант Вальтер Шеллер, убитый 21 июля. Затем его заменил генерал-майор Фельдсман, который был тяжело ранен 27 июля и эвакуирован в Варшаву. На подступах к Бресту части Красной Армии натолкнулись на мощную полевую оборону, которую из глубины поддерживали огнем форты. Несмотря на то, что многие форты Е, Ж, М, Х, Д были подорваны еще в период отступления русских войск, период Первой мировой войны, В 1915 году противник использовал и грамотное расположение на местности, и то, что от них сохранилось для своей обороны. Оборонительный пояс, сооруженный противником вокруг города, имел три уровня. Первая полоса проходила в 6-7 километрах от Бреста, вторая в 3-х километрах, третья по окраине города. В ночь на 24 июля 1323 полк 415-й стрелковой дивизии предпринял попытку прорвать внешний пояс обороны противника южнее реки Муховец у населенного пункта Закий. Разгорелась напряженная схватка. Противник пытался удержаться на подступах к Бресту, опираясь на долговременные оборонительные сооружения, непрерывно атакуя противника, к исходу дня полк подошел к первой линии обороны, перед которым тянулся траншеи с бетонированными подбрустверными блиндажами. Полк закрепился на достигнутом рубеже. В состав 70-й армии была включена 48-я инженерно-саперная бригада, а в 28-ю армию 36-я инженерно-саперная бригада. Обе предназначались для штурма укреплений противника, основу которой составляли форты. Утром 25 июля после артиллерийского и минометного обстрела в результате наступления удалось подойти к восточной окраине Пугачева, где наступление было приостановлено из-за массированного огня из всех видов оружия по наступающим войскам с рубежа Пугачева кирпичный завод Тришин. Это была одна из линий обороны противника. 26 июля в небольшом леске северо-восточнее города сосредоточилась 95-я Бобруйская краснозаменная танковая бригада 9-го Бобруйского танкового корпуса. В этот же день части 415-й стрелковой дивизии, выполняя поставленную задачу, наступали и в течение суток овладели населенными пунктами Вычелка, Крушина, Червоный двор. Это сохранившиеся бетонные объекты на восточной окраине города Бреста близ населенного пункта Тельмы. Здесь проходила одна из линий обороны противника в 1944 году. Местами сохранились даже участки траншеи и примыкающие к ней ходы сообщения. В некоторых местах даже можно разглядеть примкнутые стрелковые ячейки. 27 июля после артподготовки 143-й гвардейский полк, развивая достигнутый накануне успех, к трем часам дня отбросил противника с западного берега реки Лесной, овладев ковердяками, тюхинчами и, вновь форсировав реку, Лесная продолжала наступление на Дубровку. Жаркие бои на поступок к Бресту ведет и 95-я танковая бригада, продвигаясь вдоль северной окраины города, против которой действует пехота, артиллерия и танки противника. Части 212-й стрелковой дивизии прорвали сильно укрепленную полосу противника в районе населенного пункта Березовка. На южных подступах к Бресту наступление вели части 160-й стрелковой дивизии. Здесь противник также опирался на ряд заранее подготовленных оборонительных позиций и рубежей, оказывая исключительно упорное сопротивление. Он использовал для обороны форты оборонительную казарму и подпорные пункты оборонительной системы Брест-Литовской крепости, построенные в 1912-1915 годах. Рубеж обороны проходил от оборонительной казармы Ж-З до форта Лит-Ж и далее на восток до форта Лит-Е. Еще один рубеж обороны противника проходил на востоке между фортом Лит-М и фортом Х-Д. При поддержке огнем с тыла форта номер 3, расположенном практически сразу за ним, форт 3 и форт 2 располагался на северном направлении. Принимавшие участие в обороне противникам города Бреста, были построены в оборонительной системе крепости Брест-Литовск еще в конце 19 века и входили в линию первого пояса обороны. Из воспоминаний подполковника Залевского, командира 1297-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 70-й армии. Вскоре мы встретили серьезное препятствие – обвод фортовой линии Брестской крепости. Форты 5, 6, Жуки и Лебедев, возможно речь идет о форте 7, Лобачев, так как 6-й и есть Лебедев, представляли собой мощные железобетонные укрепления, приспособленные для круговой обороны. 24 июля здесь начались кровопролитные бои. 1297-й стрелковый полк отразил 17 контратак. 1293-й полк перерезал шоссе Кодень-Тереспы. Заняли форт 6, прикрывавший узел дорог. Сломив сопротивление противника части 415-й стрелковой дивизии, преследовали противника в направлениях Гузня, Тришин, Брест, предместе Волынка. Части 212-й стрелковой дивизии овладели Березовкой, товарной станцией, предместем Киевка. Части 48-й гвардейской стрелковой дивизии уже к вечеру вели бой на товарной станции Брест и на северной окраине предмести Граевка. Около двух часов ночи 138-й полк 48-й гвардейской стрелковой дивизии захватил цитадель крепости Брест-Литовск и вышел на реку Западный Бук. Приказ номер 156-44 немецкого командования, вступивший в силу 28 июля, в 13 часов 45 минут заключался в следующем. Осуществить прорыв гарнизона из крепости в западном направлении, захватить переправы через реку Кшна, выход группы прорыва к линии Гусинка, Липница, Челесница и закрепиться на этом рубеже 28 июля. Штаб и тылы корпусной группы Е должны были следовать вторым эшелонам и переправиться на западный берег реки Бук не позднее 18 часов 27 июля. Обходивший Брестский укрепленный район дивизии Красной Армии к исходу 28 июля замкнули кольцо окружения противника в том месте, достигнуть которого противник планировал к утру 28 июля. В ночь на 28 июля противник вынужден был отходить с южных рубежей обороны под натиском наступающих частей 160-й стрелковой дивизии. 1295-й стрелковый полк захватил Волынку, продвинулся к реке Муховец и к 6 часам утра 28 июля использовал переправу через реку Муховец, которую противник не успел уничтожить. Ворвался на юго-западную окраину Бреста. К утру 28 июля в Брест ворвались и закрепились части 212-й стрелковой дивизии, 692-й стрелковый полк севернее товарной станции, фронтом на северо-запад, 369-й стрелковый полк северная окраина Козловичей, фронтом на северо-запад, 669-й западнее колонии Речица, фронтом на запад. Значительная часть окруженных в Бресте войск противника, корпусная группа Е, была уничтожена. При разгроме Брестской группы противник понес серьезные потери убитыми, что отмечается обеими воюющими сторонами. По советским заявкам на поле боя остались 7 тысяч трупов немецких солдат. Пленных было взято мало, всего 110 человек. Это в 9 километрах от Иресполя, вниз по течению реки Западный Буг, близ местечка Непли, Республика Польша, находится постамент, на котором стоит танк Т-34. Ценой больших потерь противник предпринял попытку вырваться из Брестского котла на запад, однако уйти от разгрома им не удалось. Западнее Бреста они были встречены советскими войсками, вновь окружены и разгромлены. Из воспоминаний Кирчука Александра Викторовича. Перед штурмом города мы, как и другие местные жители, покинули его. Отправились к родственникам местечка Ляховка. Реку Буг перешли вброд, навстречу патруль немецкий. Спросили, как переходили реку, по мосту или вброд. Сказали, что по мосту. Пропустили. Приехали к родственникам в Ляховку. У каждого жителя в глубине огорода были вырыты небольшие окопчики, прятались там. Очень боялись, когда через деревню отступали немцы. 27 или 28 июля ночью слышалась страшная стрельба. Грохот танков. Сидели все в окопчике, женщины молились. Утром все стихло. Выбрались на улицу. Очень много убитых немцев лежало вдоль дороги. Взяли лошадь и обратно в Брест поехали. Вся дорога в воронках и много сожженной и разбитой техники. Ехали и петляли, объезжая. Вот так хотели уйти из города, пока штурм будет. А попали туда, где сомкнулось кольцо вокруг немцев под Брестом. Это альбом фотографий разрушений, причиненных немецко-фашистскими захватчиками. Подготовил материал брестский краевед Иван Чайчес. Экранизировал Денис Марок. Экранизировал Денис Марок.